Микс Ньюс Давайте напишем историю вместе Прекрасная юность Поиски правды Вспывшиеся надежды И данные обещания Флэшмобы в Фейсбуке И случаи из нашей жизни В студии Радио Болтком По пятницам в 3 часа В программе Очевидец Добрый день, уважаемые радиослушатели! Сегодня в программе Очевидец У нас участвует военный историк, краевед Юрий Милконов Здравствуйте! Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! И темой нашей сегодняшней встречи Будет последняя книга Юрия Она называется «Пушки Курлянского берега» Юрий можете показать на камеру Для тех, кто будет смотреть эту программу в Ютубе Кстати, напоминаю, что все наши программы Выложены в Ютубе И по поисковому запросу Радио Болтком Очевидец Или Радио Болтком Подоплека Можно их найти и прослушать еще раз Если вы хотите что-то уточнить Или напомнить для себя подробности того, что мы обсуждали И так Юрий не только историк Человек, который знаком хорошо и не понаслышке с архивами С историографией, как технологией поиска исторических фактов Их подтверждения и так далее Но он еще и человек, который реально в жизни занимается восстановлением истории Потому что именно вы, Юрий, организовали субботники по расчистке военных объектов на Мангольсале И я думаю, что это не единственная тема Так сказать, не единственное место приложения ваших рук Вот как это возникло в вашей жизни? Ведь вы по профессии вообще не военный Я всегда считала, что вы военный моряк А оказалось, что это совершенно не так Ну, действительно, я инженер, авиационный инженер И большую часть своей жизни проработал на заводе Да, так сказать От мастера до главного инженера авиационного завода Это 1985-го в Виге? Да, 1985 Ну, до этого я работал на другом заводе в Москве Ну, вот по поводу очевидца Многие как бы историки Вот говорят, мы историки Да, мы как бы знаем историю Другие говорят, мы краеведы Мы знаем краеведы, так сказать Мы изучаем историю на месте Да, да Я говорю, я очевидец Я пишу в своих книгах В общем-то, только то, что видел сам Вот принципиальная, так сказать, позиция И любая батарея, которая здесь описана В этой книге Да, это... Я ее видел, я ее знаю Лично исследовали Да, да Отец мой служил там на таких батареях, так сказать А, то есть все-таки какая-то связь с военной службой у вас есть Да, ну, я говорю, что я вырос на батарее Когда мне было полгода, мать привезла вот меня в военный гарнизон В этот, на батарее И там все продолжалось Как я говорю, так не увезли Так и оставили Увезли Мелконова с батареи, но не вывезли батарею из Мелконова Ну, примерно так, да И как-то началось это, ну, я бы сказал, в 99-м году То есть относительно недавно Да, до этого у нас у всех было чем заниматься Выживать надо было, да Искать себя в этой жизни Да, все думать И я, в частности, стал, ну, как стал На глаза стали попадаться статьи про батареи Да, скажем Эстонские батареи Ну, про наши я не говорю, потому что про наши никто не писал Я имею в виду латвийские И я так стал читать эти статьи И вдруг подумал, что, а я знаю больше Я могу вот про эти сооружения рассказать значительно больше Почему вы знали больше? Вы, ну, как-то, это с детства, с юности у вас осталось? Ну, во-первых, с детства Какое-то фундаментальное такое знать Да, так сказать И оно не выветрилось вот с годами Оно осталось И наоборот Стало расширяться, увеличиваться, да И самое главное, это обрастать стало различными фактами и событиями А ваш метод вот накопления этой информации Ну, мы знаем, что, например, Валентин Пикуль собирал картотеки Он вел картотеки по различным там дворянским фамилиям и событиям и так далее, и так далее Вот как вы накапливаете информацию? Как вы ее систематизируете? Что вам помогает в создании этих книг? Ну, я бы сказал, что я информацию накапливаю объективно То есть, вот есть объект И вот все, что к нему стягивается Оно и создает вот эту, как говорится, ауру и все остальное И во многом вот эта книга, да, и последующие книги, они как бы программные Да, то есть я пишу какой-то случай там или какую-то батарею описываю, да, так сказать И потом вокруг этого собираются различные люди, события, техники там сколько вообще, так сказать, да История строительства там и так далее Ну, это вообще целая песня И я в Ленинград ездил, вернее, в Санкт-Петербург и встречался с родственниками того, кто строил эти батареи Даже не строил, а придумал, да, потому что есть необходимость сначала создать идею, идеологию, проект И потом уже только И встречался с родственниками генерала-лейтенанта Унгермана Который вот придумал Систему оборонительных сооружений Курляндии? Ну, не Курляндии, там Балтийского моря, да Вообще всего Да, и были как бы разработаны методика, как эти батареи надо проектировать Что нужно учитывать, да И мы тут видим такие инженерные решения, да, которые, ну, и сейчас даже, наверное Актуальны Да, да Ну, вот пример приведём, да В Лепове есть батарея На севере это 23-я, батарея номер 23 И она на берегу моря На берегу моря И, ну, это Вторая мировая война, в 1940 году построенная, да И сейчас море подошло близко батареи 150 метров То есть размыло берег? Да, да, преодолело, размыло берег И, в частности, вот позицию орудий, да, одно орудие Ну, сейчас Второе размывает Размыли И сооружение упало Да И открылась, ну, как бы, скажем Подземная часть? Ну, подземная часть, там, как бы, всё наверху Как она сделана? По какой методике она построена? Да И оказывается, что позиция, ну, логично И просто состоит из основания орудия, да Из склада для боеприпасов И вот склад боеприпасов представляет собой То есть он упал вот так вот, как спичечный коробок И остался, и никуда ничего не девается Это замкнутая бетонная оболочка Вот он, он, Герман, да Который вот это придумал, да И, ну, не только у Герман Это такие сооружения были, ну, наверное, во всех, да Береговых сооружениях И в Германии, и в Америке даже, так сказать, да То есть это хорошая практика была строительство оборонительных сооружений Да И вот эта замкнутая бетонная оболочка Она заливается бетоном за один раз То есть так опалубка устраивается, да Так сказать, раз, залили бетоном И вот оно так осталось И вот оно есть И когда снаряд в него ударит, допустим, противника Он просто, она просто отскочит То есть она, как бы, приобретает невероятную прочность Подождите, Юрий, не могу понять Вот вы говорите, в 1940 году построена была эта позиция Да То есть, ну, мы сейчас представляем себе, что, допустим, чтобы отлить такое сооружение Нужно, я не знаю, энное количество машин, бетоновозов, которые будут, значит, крутить этот бетон И непрерывно заливать, одна за другой подъезжать Да А как это можно было в 1940 году сделать? Ставится бетономешалка Да Или, ну, даже, может, не одна, там, две, так сказать, да Выделяется время То есть это 2-3 дня Они будут лить Круглосуточно Да Собираются там, ну, команда вот эта, бетонщиков, так сказать Ну, то есть это крупные, большие бетономешалки Такие же, как вот сюда Да, побольше, чем вот Да Буфет делается, потому что люди будут работать и сразу должны кушать Бутерброды с икрой, кстати Ого Хорошо 40-й год, тогда все понимали Вот это И потом обнажилось, а как вот этот процесс заливки Вот этого, бетон непрерывный Он устроительный назывался «Свадьба» Ну, я не знаю Особо не нашел Как это объяснить Аналогии Ну, в общем-то, есть Вот Вот это И потом выясняется, как устроено основание пушки Что там под землей такая вот пирамида Под землей Там бетонный Круг есть, так сказать Шайба, как мы говорим И Вот этот Как бы Пирамида Она устроена слоями То есть Глина Да Привозится специально Песок специально Светотрамбуется И когда Пушка стреляет Да Ведь весь смысл-то всего этого Что береговая пушка Неподвижно закреплена И этим достигается высочайшая меткость Стрельбы Да Стрельбы, так сказать При этом же у нее отдача возникает при выстреле Отдача возникает Ну, как мы говорим Импульс Возникает И вот эти все Как бы Импульсы Гасятся Вот этой пирамидой Да То есть все продумано Настолько продумано Что Так сказать Ну, как этим не увлечься Да Я уже Сама тут Увлеклась Пока вы рассказывали Да, да, да Вот это Кстати, мы Можем предложить Нашим радиослушателям Поскольку мы работаем В прямом эфире Звонить в студию 672-12-93-9 672-13-93-9 Возможно Кто-то из вас Ну, в детстве Или сейчас Лазил по этим батареям Смотрел Как они устроены Может быть У вас есть какие-то вопросы По истории Вы можете позвонить в студию Задать эти вопросы Юрию Милконову И он на них Я думаю Квалифицированно ответит Вообще Тема эта Конечно Очень Увлекательная Потому что Даже вот Ну Мы живем недалеко От Мангольсалы И всегда Кто к нам в гости Приезжает Мы, значит Идем в этот поход Смотрим Эти укрепления Здания Которые сохранились Более-менее Сохранилась Это царская дорога Частично Мощенная Булыжником Ну, конечно Частично ее разобрали Вот Но История Вот Этих батарей На Мангольсале Мне кажется Начинается еще В 19 веке Да И Это построено было Для российской Императорской армии Потому что Были Ну Такие Мнения Что это вроде еще Шведская И так далее Нет У шведов были пушки На колесах Они там Не заморачивались Да Где надо Чего Приятно Ну, в то время Было такое Да Так сказать Построить Построить Стационарную пушку Никакого смысла Не было Да Так сказать Все быстро Менялось Ну, как бы Стрельба-то была Еще без Нарезных Орудий А, то есть Точность ее была Небелика Там, причем Настолько Нет Точности Что Даже нет Смысла заниматься И поэтому Батареи Раньше Содержали По 20 По 30 Орудий Батареи Раньше Да То есть Только массовостью Да Достигалось Поражение Цели Вот мы все 30-40 Туда стрельнем Значит А какая тогда попадет Да Куколь попадет Так сказать И прочее Вот А потом При появлении Вот этих вот Орудий Нарезных Да Точность возросла И Обычно Береговая батарея Ну, в советское время Четыре орудия Всего лишь Да Четыре орудия И это вообще там Перекрывало все Что нужно перекрывать Так сказать Да Ну Даже был приказ В 53-м году Четвертое орудие Законсервировать Три Чтобы осталось Да Ну Я хочу сказать Что береговая оборона Это жутко дорогая штука Да То есть Это Именно из-за строительства Она дорогая Или содержать ее дорого Строительство Это Десятки там Тысяч Кубометров Железобетона Да Это вот Первая составляющая Вторая составляющая Как говорится Матчасть То есть Пушки Да И пушки Уже были Такие Так сказать Высокого класса Да Вот это вторая И третья составляющая Которую как-то Обычно забывают И это Боезапас Да То есть На орудие Полагалось Ну 200-300 снарядов Это запас Такой Да Да Это А за сколько Их можно Расстрелять Такой запас Ну Я думаю Не так быстро 5-6 Выстрелов Вот Минуту Для Сто тридцатки Да Ну С такой Скорострельностью Обычно Никто не стрелял Да А После второго Третьего залпа Обычно Корректировали Да Так сказать То есть Как автомат Калашникова Не стреляет Но Зато На 25 километров Ого Да И Дальность стрельбы Составляет Да 25 километров 24 километра И Достигается Поражение То есть Прямо Там В корабль Попадают Еще без всяких Инфракрасных Инструментов Наведения Всего прочего Без инфракрасных Без Этого GPS Еще Все так Это Посмотрят Конечно Существовали Приборы Управления Стрельбой Целый комплекс Обычно Да У меня даже Где-то Сохранилось Это еще Такой Прибор Такой Первые Приборы Да Это порядка Вот Сороковой Год Да Это были Как мы их назовем Механические Арифмометры Дело в том Что Для произведения Залпа Нужно Учесть Массу Параметров Да Которые Как бы Будут влиять Да На точность Ветер Да Вот Там же ветер есть И причем Скорость движения судна Этой цели Да Параметры Движения цели Это называется Вот Вот это Давление Какое давление В этот момент Будет Атмосферное Да Температура воздуха Какая Да Ну Где-то так До 10 параметров Вот надо То есть Артиллеристы Это математики Да Да Я помню У моего отца Была Логарифмическая Линейка Да Для Произведения Вот этих Вычислений Да Так она была Вот такая Вот полметра Это вот не то Что мы тут Все А И она давала Три знака После запятой Я по ней Проверял Таблицы Брадис По этой линейке Да Это математика Математика И Достаточно Точная Ну Начинается Все С Движения Тела Брошенного Под углом Горизонта Да Те же формулы Да И они Потом Расширяются 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 Ну Когда один Выстрел Стоит Там Где-то Там Тысячу Две тысячи Долларов Там Ну Наверное Будут Смотреть Хотя В бою Стреляли Там Сколько Надо Ну Вы уже В долларах Оперируете Наверное Ну В советское Это время Это не в долларах Считалось Рубли 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 Вот Допустим Батарея Да На мысе Тахуна Значит В Эстонии На Дагу И Там Вот Триста Снарядов Триста Пять Миллиметров Калибра Да И Один Снаряд Стоит Тысячу Двести Царских Рублей О Да Царских Это Не Доллар Даже Ну Царский Рубль Это Каждый Это Ноль Целых Семь Десятых Грамма Золота Ну Да Не знаю Это у Джек Лондона Был 35 Долларов За унц Доллары Нет Значит Там До золота Еще далеко Было И Такой же Ценности Были Советские Рубли В 39 Году Значит Допустим Батарея На мысе Саарема Там На Сырве Она стоила 27 миллионов Советских Рублей Да Это Это И приписка Такая Без стоимости Матчасти Ага А Пушки Сами Башня Башня И там Сооружение Внизу Ну Я помню Ездил туда Когда первый раз Мы пытались Поднять Это Да Вытащить Они мне прислали Это Телегатом Мысли Эмайл Эмайл Тогда уже Появились Эмайлы Вот С первого раза Не вытащили Нет Тянули А трос Рвется То есть Он намертво Там Кусок торчит Из болота А так Все остальное Это Ну Потом Все-таки Вытащили Трактор мощный Там Кран Мощный Дала Железная Дорога Эстонская Потому что Начальник Железной Дороги Уроженец Острова Хи Понятно Да Вот Блат Никто не отменял Нет Наоборот Но это уже Такое Родственное И Вытащили Привезли Поставили На батареи Вот И Потом Водили туда Туристов Значит Засовывали В ствол Взрыв Пакеты Рвали Там Это Неописуемый Восторг И прочее Потом Однажды Приходят А ствола Нету Украли Украли И еще Разрезали Потому что Ну Видно стружку Окалено Видна Так сказать Да И он Мне Звонит Этот Вот Директор Музея Урмаз Юра Говорит Тут Ствол Значит Украли Ну Я говорю Ты Значит Смотри Там Внимательно Да Поблизости Все Обследуйте Вот А я Тут Со своей Стороны Приму Меры Ну Металлолом Не так много Так сказать Сочек Где принимают Да Так сказать Ну Мы тогда были Охранная фирма Да Это 20 лет назад И Мы Позвонили Коллегам Службу Безопасности Вот этой фирмы Которая Занимали И Значит Попросили Их Внимательно Все Посмотреть Да Так сказать На своих И сказал Я Если Узнаю Что у вас И вы Это зажали Ну То я вас Это На всю Балтику Прославлю Да В этом роде Не-не Что значит Это Вот И в итоге Нашли Этот ствол В общем-то В ближайшем К порту Пункте Этой Самой Металлолома Да Они Они Потащили На этот раз В музей К себе Они не стали На улице Так они его Расчленили Этот ствол Или Удалось вам Два кусочка Ага То есть вы их потом Ну Их потом Соединили Эстонцы Сделали Такой Бетонный Постамент Поставили Один Поставили Второй Ну И как бы Создается Иллюзия Действующего Орудия Вот Потом Суд Там Значит Какого-то там Это местности Они мне письмо Прислали Просили Назвать сумму Сколько бы стоила Вот эта пушка Ущерб Да Два с половиной миллиона Рублей Тех Да Это Ну Это такие Открытые данные Есть Стоимость вооружения Красной Армии Перед войной И вот ствол Такого-то орудия Вот Два с половиной миллиона Рублей По нынешним ценам Это Ну Может быть Двадцать пять Миллионов долларов Сколько-то еще Да То есть Юрий А скажите Вот Какой Из портов Ну Балтики Оборонять было Труднее всего Или они все Так построены Чтобы Решать задачи Обороны При любых Обстоятельствах Все эти порты Эстонские Латвийские Ну они все Образовались Исторически Да То есть Как бы Их не придумывали И Там Шли торговые Пути Сухопутные Да Из России Да И Везли Ну То что мы знаем По учебникам Да Из варяг в греки Еще Да Там Лен Пеньку Значит Там Куницу Вот это все Везли Но Везли еще И зерно Да В очень Больших Количествах И до сих пор Везут Да Италия Покупает Российское Зерно Норвегия Покупает Так сказать И никакого Другого им не надо Вообще Значит Вот То есть Развитые торговые Пути Ну вот Вы навезли Скажем Товару В Рижский Порт Да Разного Такого Такого Но для того Чтобы он Стал Деньгами Его Нужно Провести Через Ирбинский Пролив Другого Пути Нет Да Так Сказать Да И Поэтому Оборона Контроль За Ирбинским Проливом Это ключевая Задача Да Это важнейшая Задача Государства Я хочу Сказать Что вот Например У нынешних Латвийских Руководителей И не только Латвийских Отсутствует Так называемое Геополитическое Мышление Вот есть Глубокое Непонимание Этого Зачем это Нужно Охранять Так сказать Да И вообще Другими делами Заниматься Ну Здесь То есть Ирбинский Пролив Сейчас Не охраняет Никто И там Нету Никакого Никаких Батарей Нет Там Ничего Нет Сейчас Ого Ни ракет Ничего Но Был Пример Когда В момент Военных Учений Да НАТО Доставило На Сырве На полуостров Сырве Ракеты Береговые Ракеты Да Польские У поляков Есть Они купили У норвегов Значит Там еще Чего Вот И в течение Дня Там Или двух Дней Машины Подошли Встали И Там Пугали Так Сказать То есть Этот Полуостров Сырве Он Контролирует Ирбенский Пролив Да Он Выходит Прямо Через Ирбен И там Крайняя Точка Потому что Эстония Может контролировать Ирбен Только Одна Точка У них Мыс Сырве Да Там В советское Время Было Три Батареи 180 Миллиметров 130 Миллиметров Еще Одна 130 Были Там Бетон Все Так Сказать Как У Больших Вот Это Было Да А с Латвийской Стороны То есть Они На Сырве Там Условно Во время Учения НАТО Пробовали Эти Ракеты А с Латвийской Стороны Невозможно Это Контролировать Или С Сырве Просто Это Удобнее Вот Книжка О которой Мы Говорим Пушки Королянского Берега И Она Открывается Таким Ну Как бы Рисунком Эссе Да Таким Что Вот Есть Берег Моря На Берег Моря Прискакали Всадники На Берег Моря Выехали Два Всадника Я Зачитаю Давайте Морской 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 Ветер Трепал Их Шапки Из Медвежьей Шкуры Щиты Из Кожи Луки И Тонкие Стрелы Горячие Кони Били Копытами Песок И Фыркая Пробовали Пить Воду Из Маленькой Реки Впадающей Море Из-за Кустов Ивы Выпорхнули Две Серые Птицы И Резко Взмахивая Крылья Повернули В сторону Молодой Всадник Снимая Лук И Колчан Со Встрелами Старый Всадник Внимательно Проследил За Улетающими Птицами И Сказал Они Полетели Через Пролив На Остров Саам Там Земля Эстов Как Называется Этот Пролив Спросил Молодой Всадник Пролив Куропатки Эсты Называют Его Кура Курк Ответил Старый Всадник Еще раз Насмотрел Берег И решительно Произнес Очень Важное Место Совсем Близко От Острова Сам Поставьте Здесь Наших Людей Пусть Смотрят Не плывут Лодки Эстов На Наш Берег Если Увидят В море Купеческий Корабль Пусть Посылают В лагерь Гонца Приготовьте На берегу Лодки Для Наших Воинов И Запретите Держать В этих Местах Собак И Петухов Чтобы Они Не Показывали Ночью В тумане Знак Кораблям В какой Стороне Земля Ну Это Вот Такое А кто Это В медвежьих Шапках Местные Жители Курши Ливы Ливы Так Так Сказать И Смысл То Вот Этого Небольшого Отрывка У них Не Было Средства Поражения Там Пушек Ну Они Могли Там На Лодке Но В чем Функция Главная Была Вот В этом Проливе Функция Наблюдения То есть Нужно Было Смотреть За Проливом Кто Там Плывет И Куда Так Сказать И Это Характерно Для Ливов Не Только Вот В этой Точке Очень Важной Да Все Вот Эти Ливские Постройки На Даугаве Да Там Там Как Посмотришь Вот В ту Сторону Видно И В ту Сторону Видно Да Кокнес И Другие Так Сказать Да Для Того Времени Наблюдение Было Очень Важно Потому Что Ну Не Всегда Содержалась Армия Так Сказать Которая Там Стояла И Ждала Когда Приплывут Важно Было Вовремя Подать Сигнал Да Вот Это И Тогда Была Система Такая Милицейская Да Что Они Соберутся Все Быстро Да Вот Чтобы Им Нужно Там Часа Два Чтобы Собраться И Ответят Тогда И Вот Сегодня Когда Мы Смотрим На Нельзя Сказать Что Латвийская Армия Не Охраняет Ирвенский Пролив Нет Нельзя Там Ведется Наблюдение То Есть Все Что Там Летает Все Что Там Плавает Все Контролируется Есть Такие Башни Вышки Наблюдения Так Сказать Да И Это Смотрит То А почему Вы тогда Говорите Что У Государства Не достает Какого-то Стратегического Введения В отношении Этой Точки Там Много Чего Еще Надо Бы Так Сказать Да То То Есть Минимальную Функцию Какую-то Выполняют Наблюдение А Чтобы Можно Было Еще Добавить Это Пока Не Делается Ну Тут Я В Книжке Пишу Что Эта Батарея Вот Которая Там Значит Была 152 Миллиметра Новая Вообще Как Как яичко Да Так Сказать И Она Могла Контролировать Ирбинский Пролив Стрелять Не обязательно Так Сказать Ну Вот Контролировать Могла И Мне Говорили Латвийские Военные Ну Их Уже Нет Среди Нас Так Сказать Да Что Они Хотели Чтобы Была Сохранить Эту батарею Хотели Да Сохранить И там Зимосарги Даже Одно Время Значит Караулили То да Все Ну Что такое Зимосарги В лесу Там В домике До чего Они Дойдут Так сказать В общем Понятно Ну Батарею Не сохранили Сдали В металлолом Да В девяносто шестом Году Ну Там Сталь На стволах И На самой Установке Она Высоколигированная Она дороже Чем Металлолом Да Чем этот Как его Ну Это же советское Наследие Зачем его было Беречь Хотя Кстати Самолюта Например Мы же сохранили Да Это Досталось Латвийской армии Советская техника Короче Они Это дело В итоге Зарвали В смысле Порезали На металлолом Как мне рассказывал Один товарищ Который резал Я всех нашел Вот Значит Мы режем Да Приходим И Этот Начальник Из тумбочки Достает Деньги И вот За одну Установку Давал Тысячу долларов Ну Это 96 Там При том Что она Стоит 25 миллионов Да Примерно Так Вот Здорово Бизнес Называется Местный 90-х годов А почему Они не продали Просто эти пушки Или никому Не надо было Ну Кто Кто в России В то время Как бы Сображал Арабские страны Вы продали Какие-нибудь Люсь Правильно Рассуждаешь Потому что Перед этим Батареи Которые были Вот на лужне Да Значит Подвенспился Пушки сняли И отправили В Китай Совершенно четко И понятно Да Потом Такие же Пушки Как вот Стояли На Ермянском Проливе Поставили В Польше Там до сих пор Орудие Есть Так сказать Ну правда Тоже не стреляет Да Так сказать Вот И в этом плане Ну то есть Можно было Оставить Хотя бы Чтобы они были Да Хотя бы Ну как В Финляндии Вот скажем Есть пушки Огромные Русские Там вообще И они Как бы Обслуживаются Волонтерами Добровольцами Так специально Содержатся В таком Музейном Варианте Да Никто их Там не собирается Ломать И прочь Наоборот Там самому Голову Оторвать Я собрался Там же Столько туристов Это же Неописуемо Сомин Лина В Хельсинки Крепость Там миллионы В год Посещают То есть Вот это Но Есть другие Данные Приезжали Люди Туда Которые говорили По-английски Значит Между собой И Которые Сказали Режьте Да Однозначно Ну то есть Людям Которые говорят По-английски Не важна Обороноспособность Латвии что ли Есть разные люди Есть англичане Есть американцы Так сказать Ответ Пришел Из Японии Да Ну мы Как бы все Военные Историки Мы все знаем Друг друга И там Дальний Восток Где хочешь Так сказать Есть сеть Военных историков Которые Сообщают Между собой Сообщаются Между собой Да И вот Историк Из Владивостока Да Олег Как сейчас Помню Вот он Значит Часто ездил В Японию По работе Ну поскольку Он Как бы Такой историк Флота А там у них Есть Музей Памятник Броненосец Микасу Называется Который Еще Там По варягу Стрелял Так сказать Под сусими Под сусими Стрелял Да Вот Ну А у него 12-дюймовые Пушки Такие Английские Викерс Все культурно Да Так сказать И когда В 45-м году Американцы Взяли Смотритель музея Рассказывает Вот этому Олегу Пришли Американцы Походили Посмотрели Значит Эти пушки И говорят Стрелять Может Ну Вообще-то Если почистить Может Да То То может Порезать Охот Как Да Порезать Потому что В 11-ти километрах Йокогама Или Американская база Ну Порт Крупный Порт И в том числе Американская база И Велено Было Порезать И японцы Дисциплинированно Порезали Все А вместо Этих пушек Сделали Реплики Муляжи Ну да Такие Значит И поставили И все У них Красиво Культурно Так сказать Надо сказать Что Скажем Англичане Да Они Поступают За свободу Судоходство И чтобы Никаких Береговых Вот этих Вот Не было Батарей Да Ну В чем-то Они правы В части Вот бизнеса Там Да вообще Для человечества Гораздо лучше Когда корабли Свободно плавают Да Так сказать Но некоторые Свободнее других Да Вот И Значит Они стремятся Уничтожить Все береговые Как бы Укрепления Которые были После окончания Крымской войны 1855 года Был Подписан Портмунский мир По которому России Запрещалось Иметь Береговые Укрепления Да То есть Это И там И там И там Запрещалось Ну Тогда еще Пушки были На колесах Тут еще Можно было Чего-то Говорить Но Питон Там И прочее Ни в коем Случае И В частности Под Ригой Запрещено Было Иметь Береговые Укрепления Да И только Через 20 лет 1877 году Россия В одностороннем Порядке Вышла Из Портмунского мира И сказалось Все что нам Надо Мы будем Строить И не спрашивать Вас Ну Англичане Решили Не связываться На тот Момент Так сказать И были Построены Укрепления На Мангольсале Да Из Красного Кирпича Да Такие Мощные Как бы Позиции Настоящие Склады Настоящие Я не написал Книжку По Мангольсале Ну Она может быть Еще в проекте Ну В проекте Она есть Но Если ее Отфинансировать Там Хлопотно Ну Так сказать Надо Необходимость Такой Книжки Нужна Потому Что Столько Людей Там Ходит Да И Нет системы Несистематизирован Так они Мне кажется Вашими усилиями Там хотя бы Планшеты Поставлены На которых Ну Нанесена Схема Где что Находится Что сохранилось И так далее К сожалению У нас Время программы Сегодня уже Подходит к концу И мы Сегодня Только начали Обсуждать Тему Военной Флотской Морской Истории Которая Отражена В частности В книге Пушки Курлянского Берега Сегодня У нас Об этом Рассказывал Автор Книги Военной Истории Краевед Юрий Мелконов Он С 99 Года Занимается Темой Обороны Балтийских Берегов Водит Экскурсии Ездит На Сарима С группами Вот Поэтому Если Эта тема Интересует Кого-то Из наших Радиослушателей То Обращайтесь К этому Человеку Я думаю Что Таких Энциклопедических Знаний Как у Юрия Мало У кого Можно Найти В нашей Стране Сегодня Ну а Книжку Я вот Лично Купила В свое Время В магазине Поляриз Вот Это Минутка Рекламы Поскольку Я думаю Что Никто Нас Не Осудит За Это Поскольку Таких Книг Действительно Их Немного И Выходят Они С Большим Трудом При Помощи Каких-то Наверное Доброхотов Поскольку Дело Это Дорогое Сегодня И Надо Изучать Историю Своей Страны В которой Есть Вот такие Славные Страницы Как Артиллерия Как Морская Оборона И так далее И Еще раз Хочется Поблагодарить Юрия Милконова За то Что Он это делает За то Что он Продолжает Этим Заниматься Накапливает Информацию Поддерживает Связи Со своими Коллегами По всему Миру От Прибалтики До Японии И Сегодня Мы как раз Об этом Тоже Говорили В нашей Программе Я думаю Что мы Наверное Еще раз Встретимся Чтобы поговорить Об Ангольсалии И о том Почему она Не стала Туристической Меккой Для Риги Хотя Для этого Есть Все Основания Спасибо Юрий Спасибо Радиослушателям Что были Сегодня С нами Программу Провела Людмила Прибыльская Звукорежиссер Студии Родион Золотарев До встречи Через неделю И Слушайте Эту программу На Ютубе Можете Ее найти По Поисковым Словам Болотком Очевидец И До встречи